Сегодня сделаем очень необычное блюдо. Такое блюдо у нас иногда подают на свадьбах. Выглядит оно необычно, получается очень вкусно и его обычно путают еще с одним блюдом. Досмотрите до конца и напишите в комментариях, с каким обычным блюдом его можно перепутать. Всем привет! Ну и для начала нам надо взять две луковицы, нарезать их на маленькие-маленькие кубики. Нарезанный лук отправляем на плиту и обжариваем до золотистого цвета. Обжаренный лук отправляем в отдельную тарелку и даем ему полностью остыть. Затем мы берем глубокую тарелку, в тарелку отправляем уже отваренный рис. Подробный рецепт, сколько и каких продуктов, читайте в описании под видео. В тарелку с рисом отправляем уже остывший обжаренный лук. Также добавляем черный молотый перец и соль. Соль с перцем добавляйте по своему вкусу. Еще в эту тарелку нужно добавить перекрученное мясо. У меня половина свиного, половина куриного мяса, но можно использовать лишь один вид мяса, либо свинину, либо курятину, либо говядину. Все по вашему вкусу. Ну и конечно же, все, что у нас оказалось в тарелке, нужно хорошо перемешать. Либо ложкой, как я, либо руками. Это чем для вас удобнее. Перемешайте все аккуратно, так чтобы рис и мясо хорошо перемешались. И у нас получится очень классная начинка. Уже догадались, на что это похоже? Но я 100% уверен, что вы перепутали. Если я правильно понял, о чем вы догадывались, сейчас в этом месте должна была появиться капуста. Но нет. У нас будут использоваться куриная кожа. Куриная шкура. Кто как называет. В одном из видео, когда я готовил куриное мясо, я рассказывал, что я снимаю куриную кожу для одного из следующих видео. Вот и настал этот момент. Перед приготовлением ее нужно хорошо помыть и разморозить, потому что я ее сохранял в морозильнике. Ну а перед тем, как вы будете снимать, заготавливать такую кожу, ее нужно будет аккуратно снимать, чтобы нигде не было дырок. Дальше берем фарш и аккуратно ложку-полторы укладываем наверх на кожу. После этого сворачиваем красивый аккуратный рулетик. Затем вам обязательно понадобится помощник. Нужно взять нитку. Вот так вот с одной стороны хорошо связать все. Нитка у вас должна быть немножко длинная, потому что длинным концом нитки нужно полностью вот так вот аккуратно сделать 3-4 бензины. И витка полностью по всему рулетику. А со второго края рулетика можно постараться завязать так, как вы делали в начале. Или же, как я, просто хорошо обкрутить, сделать точно такой же хвостик, как делали в начале. И я вас уверяю, что во время готовки он вам не раскрутится. Таким вот образом делаем полностью все заготовки, которые вы для себя приготовили. Получаются необычные мини рулетики. Затем берем любую кастрюльку и все рулетики аккуратно складываем в кастрюльку. И заливаем их холодной водой. Воду нужно добавить так, чтобы они полностью все были покрыты водой. Во время приготовления воду нужно будет еще немножко доливать. И еще, после того, как вода закипит, нужно будет добавить 2-3 столовые ложки томатной пасты. Этот момент, как я добавлял, я забыл включить камеру. Отправляем кастрюлю на плиту и примерно минут 40 нужно будет все это тушить на маленьком огне. Но, как я говорю, каждый маленький огонь регулирует по-своему. Поэтому степень готовности определяйте сами. После того, как все приготовится, у вас получаются вот такие вот необычные и очень красивые мясные рулетики. Подавать такие рулетики можно как отдельное блюдо, так и с любым гарниром, который вам больше придется по вкусу. Если подавать такое блюдо на праздничный стол, обязательно нужно будет убрать все нитки. Ну, а если для домашних, то вы сами понимаете, что каждый может убрать нитки сам. Смотрите, на видео вот эти хвостики я убрал, но я вас уверяю, что это самая вкусная часть блюда. Ну, что ж, друзья, надеюсь, вы догадались, чем это блюдо обычно перепутывает. Жду ваши комментарии. Ну, а на этом у меня сегодня все. Если вам понравились такие необычные мясные рулетики, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну, а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная Кухня.